Прилетели в Бельгию, Брюссель! Вот она Европа, супер маленький лифт, в который вошла одна я со своим чемоданом. Весело. Коротко о том, как нам пока что нравится Бельгия. Мы прилетели в Бельгию, мы сейчас находимся в Брюсселе. В Бенберю! И сегодня мы решили устроить небольшую пешую обзорную прогулку по Брюсселю! Прилетев в Брюссель, мы остановились у нашего друга Константина, которому выражаем огромную благодарность за теплый прием. Живет он в некотором отдалении от исторического центра города. И начать свой маршрут мы решили прямо от дома. Вот неспешным шагом, минут за 15, мы дошли до первой достопримечательности. Бельгия – это парк 50-летия Брюсселя. В 1880 году Бельгия праздновала 50-летие своей независимости. По этому случаю король Леопольд II решил организовать всемирную выставку. Для этой цели и был построен новый парк, который должен был продемонстрировать миру образ развитой и зажиточной Бельгии. Красивый большой парк. В Брюсселе находится штаб-квартира НАТО и Европарламент, в который можно даже бесплатно зайти. Но не забудьте с собой взять документы, удостоверяющие вашу личность. Напоминаю, что ссылки на все места, которые мы посетили в видео, будут в описании. Мы немного свернули с нашего пути, нам встретился такой рыночек. Полотенца, одежда, какие-то вещи. Такой обычный вещевой рынок. Атмосфера напомнила среднестатистический русский рынок 90-х, что немного озадачивало и сбивало с толку, где мы сейчас находимся. Далее нашему взору предстала колонна Конгресса. Это одновременно и памятник первому королю бельгийцев Леопольду I, статуя которого размещена на вершине колонны, и памятник национальной конституции. И поэтому в этом монументе зашифровано очень много декоративных символов и аллегорий. Вот вам прекрасная бесплатная смотровая площадка с видом на город Брюссель. Находится она совсем недалеко от колонны Конгресса. Это, конечно, не самый лучший вид, но зато бесплатно. Далее мы направились в ботанический сад. Самое прекрасное то, что вход сюда свободный. Мы сейчас походим, погуляем по прекрасному ботаническому саду Брюсселя. Цветущий уголок в окружении небоскребов и скоростных магистралей. В современном Брюсселе ботанический сад выглядит как маленькое чудо. Тем не менее, он находится на севере бельгийской столицы почти 200 лет. В саду сохранилось 30 скульптур, аллегорические изображения растений, животных и времен года. Здание оранжереи сегодня служит культурным центром. В нем проводятся различные мероприятия, концерты и выставки. Рекомендую сюда сходить, просто зачекиниться, погулять. Здесь довольно приятно и уютно. Мы вот уже гуляем несколько часов по Брюсселю. Правда, не по туристическим пока что направлениям. И знаете что, мы нигде не встретили ни одного Макдональдса. Ни одного. Сейчас мы идем в центр и посмотрим, что там. Но пока вообще 4 часа и ни одного Макдака. 4 часа и ни одного Макдака. Собор святых Михаила и Гудулы – главный храм города, связывающий между собой верхний и нижний город. Один из ярчайших образцов готического искусства в Брюсселе. Святые этого собора также являются святыми покровителями столицы Бельгии. Храм представляет собой симметричную готическую композицию с двумя недостроенными прямоугольными башнями, связанными между собой ажурной галереей и щипцом крыши, придающим собору сходство со знаменитым Нотр-Дам де Пари. Внутри же взору открываются невероятно красивые витражи. В соборе имеется орган и помимо служб здесь устраивают вечера органной музыки. Вот мы вышли уже в туристическую зону. Тут, естественно, сразу очень много сувенирных магазинов с писающим мальчиком, бельгийский шоколад, вафли и куча туристов. Сейчас будем искать писающего мальчика и выйдем на главную площадь Гранд План. Писающий мальчик – одна из наиболее известных достопримечательностей Брюсселя, расположенная в непосредственной близости от Гранд Плаз. Точное время и обстоятельства создания статуи неизвестно. Ну вот, наконец-то, благодаря толпе туристов мы нашли писающего мальчика. У скульптуры огромный гардероб и совсем рядом с фонтаном открыли музей. Он так и называется – гардероб писающего мальчика. Традиции периодически одевать бронзовый фонтан уже несколько веков. За это время накопилось более 950 костюмов. После писающего мальчика мы решили отправиться на поиски писающей девочки. Как мы все привыкли, Макдональдс – это сеть бесплатных туалетов мира. Но в Брюсселе вам придется заплатить 30 центов, чтобы сходить в туалет. Ну вот, наконец-то, мы пришли на самую знаменитую площадь Брюсселя – Гранд Плаз. Историческая площадь Гранд Плаз – один из известнейших туристических объектов города. Гранд Плаз – не только самая большая и красивая площадь Брюсселя, но и одна из красивейших площадей в мире, ансамбль зданий которой внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А недалеко от площади находится памятник спящему рыцарю, герою гражданской войны, освободившему Брюссель. Если потрогать за какую-то определенную часть этого рыцаря, то вас будет преследовать удача. Но я напомню, что не ту часть тела, которой мы подумали, потому что она скрыта плащом. Поэтому Брюссель трогает руку. И что же мы еще нашли здесь? Винтажный секонд-хенд, где вы можете купить вещь взвесив ее. То есть это типа килошоп. Килограмм вещей будет стоить 15 евро. Сейчас мы туда зайдем и посмотрим, что там есть интересного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, друзья, если вы придете в этот магазин, то без покупочек вы отсюда точно не уйдете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давай, Катя, говори. Ребята, три пиджака за 22 цента. Что? Нет, винтажные пиджаки. Ребята, это просто все сюда. Адрес будет ссылочкой в описании. Возле храма святой Катерины находится пп-шный фастфуд. Вот такой вот. Там можно купить очень недорого вкусный наваристый рыбный супчик. Или взять винишко и классно провести время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз уж мы в Бельгии, то, конечно же, мы будем есть здесь и пробовать бельгийские вафли. История бельгийских вафель началась в средние века. Тогда это блюдо называлось просто вафлями и представляло собой пресное хрустящее печенье, приготовленное в вафельнице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот вкусная красота у нас вышла в 5 евро. Ребята, это просто божественно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот все говорят, что брюсселизация, брюсселизация, что архитектура очень разная, и новодел, и старые постройки. Но это все очень хорошо и гармонично на самом деле вписывается. То есть мне очень нравится, меня даже это не смущает. И некоторые районы очень напоминают Лондон. Уютно, хорошо, только холодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А так Гранд Плас выглядит в вечернее время. Хотите купить сувениры или шоколад? В центре города полно магазинов, где вы можете на любой вкус, цвет и кошелек подобрать себе то, что вы хотите. Ну вот уже немного стемнело, и мы решили отправиться на гору искусств, посмотреть на Брюссель с высоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, а эта улица похожа на Рейджинд стрит в Лондоне. Такая бельгийская Рейджинд стрит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как похоже. Ну, так. Между прочим, в Бельгии производится более 2400 видов пива. Ну и, конечно же, мы это все должны попробовать. Поэтому мы сейчас найдем заведение или какой-нибудь маркет и продегустируем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брюссельское метро работает с 5.30 утра до половины первого ночи. Разовая поездка обошлась мне в 2 евро 10 центов. Билет можно приобрести в автомате, выбрав для этого английский язык интерфейса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если нет турникетов, прикладываем карточку, а то не выйдете на вашей станции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настал второй день нашего пребывания в Брюсселе, и нам еще есть, что вам показать. Друзья, а вы знаете, что Бельгия – это родина картошки фри? И сейчас мы пришли в место, которое, по слухам, продает самую вкусную картошку в Брюсселе. Легенда гласит, что картошку фри изобрели еще в 17 веке. Исторически достоверный картофель фри Антуана жарится в говяжьем жире и подается с различными соусами. Считается лучшим в Брюсселе. Ну, это правда очень вкусно. Перекусив, мы решили отправиться в Королевский дворец. Ведь всем желающим можно совершенно бесплатно попасть внутрь и осмотреть галереи, покои и даже тронный зал. Ну, мы немножко разочарованы, потому что нам сказали, что во дворец можно попасть только летом. То есть он только летом открыт. Ну ладно, а мы теперь идем в музей, в музей Магрита. Музей Рене Магрита в Брюсселе полностью посвящен творчеству выдающегося художника-сюрреалиста. Находится вдалеку от Королевской площади. Так как мне нет еще 25, то мой билет стоил 3 евро. А у Кати, так как ей больше 25, стоил 10 евро. Вход в музей, не на выставку. Открылся Брюссельский музей Магрита в 2009 году. Его коллекция включает более 200 подлинных работ художника и является крупнейшей в мире. Помимо картин Рене Магрита, можно увидеть его эскизы, скульптуры, а также короткие сюрреалистические фильмы. Музей нам понравился, но известные работы, к сожалению, были на выставке вместе с работами Сальвадора Дали. И их мы увидели только в сувенирной лавке. А так гора искусств выглядит днем. А вот еще одна бесплатная смотровая площадка. Если вам понравились бельгийские вафли, пиво и картофель фри, то вы, несомненно, оцените по достоинству бельгийскую выпечку и десерты, главным из которых является шоколад. Бельгия – шоколадная страна. В каждом городе вы обязательно увидите многочисленные кондитерские по производству шоколада, которые здесь называются ателье. Помните, в детстве была такая паста детская, зубная, которую всегда хотелось съесть? В общем, купите капердоны и эти конфеты на вкус, как вот та самая паста. Мы зашли в самый лучший магазин шоколада в Бельгии, где очень дорого и очень вкусно. И сейчас попробуем пару конфеток. Пьер Маркалини – бельгийский шоколатье. В настоящее время компания имеет более 30 бутиков шоколада, расположенных в Брюсселе, Лондоне, Париже и Токио. Вот и пришло время попробовать самые вкусные конфеты, которые производят в Бельгии. Это бельгийский шоколатье, который поставщик королевского двора. Челес! А вкусно, реально! Ну а сейчас я расскажу вам про граффити Брюсселе. Начнем с того, что в Брюсселе существует более 50 арт-объектов, относящихся к брюссельскому маршруту по комиксам. Маршрут проходит через дома, украшенные рисунками из популярных бельгийских комиксов, таких как «Приключения Тинтина», «Счастливчик Люк», «Гастон» и другие. Но, конечно, уличные художники посвящают свои работы не только комиксам. Так, например, можно встретить главный символ Брюсселя – писающего мальчика, персонажа современной культуры и даже художника Магрита. Солнце в Брюсселе мы тоже застали. И, конечно, когда здесь тепло и светло, находиться гораздо приятнее. Ну и в пасмурную погоду здесь тоже классно. Подводя итоги, хочется отметить, что Брюссель – отличный выбор для посещения уикенд. Побывать почти во всех знаковых местах вполне реально за пару дней. Путешествие будет не только культурным, но и гастрономическим. Попробовать местные сладости, пиво, картофель фри – это мазду. Город оставил приятное впечатление и желание приехать сюда снова. Ну что, друзья, пришло время для очередного розыгрыша. И в этом видео мы будем разыгрывать коробку бельгийского шоколада. Правила розыгрыша, как всегда, просты. Вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк видео и оставить любой комментарий. В следующем видео с помощью специального приложения мы выберем победителя. Всем удачи! Пока-пока!